Пожар в жилом доме. Сегодня во второй половине дня на улице Добросельской рядом с остановкой детская больница вспыхнул частный деревянный дом. Сообщение о пожарной охране поступило от соседей. По их словам, хозяев, молодой пары с ребенком в доме не было. Правда, с ними живет еще бабушка, но где она была во время пожара, неизвестно. Резко начался пожар, даже не видели. Мы проезжали мимо, даже здесь ничего не видели. Буквально подъехали к дому, минут через пять пошел черный дым. Здесь бабушка, но сказали о новогороде. Я не знаю, собаку отвязывали. У них собака была, собаку отвязывали. Бабушка здесь три года не ходила. Я не знаю, как она в огород убежала. Сказали, она в огороде бегает. Пожару был присвоен повышенный номер. Работали семь единиц техники и 21 человек. В срочном порядке горевший дом был обесточен. Распространение огня на соседней постройке удалось избежать. Говорить о том, что достаточно оперативно была зафиксирована локализация пожара, то есть распространение огня было ограничено. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка дома на площади 200 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. А вот в Коврове накануне огонь охватил шесть дачных домов. Пожары начались на улице Кузнечной. К моменту приезда спасателей огнем были полностью охвачены четыре близлежащих дома. Затем на расстоянии от горящих дач вспыхнула еще одна. И через несколько минут в 60 метрах заполыхал еще один дом. Его тоже удалось потушить быстро. Стоит отметить, все возгорания произошли в течение 30 минут. Пожарные предполагают, что это дело рук поджигателя. Отравляют весь Владимир. Жители поселка Садовый Суздальского района жалуются на местные власти. Уже не первый раз в этом районе проблемы с канализацией. Неочищенные источные воды стекают прямо в Рпень. Аварии, по словам жителей, очень долго не устраняются. Как это отражается на состоянии окружающей среды и здоровья людей? С жителями пообщалась Валерия Саенко. Именно сюда должны сливать все сточные воды поселка. Отсюда очищенная вода снова поступает в местные пруды. Но с тех пор, как в Мюде завелось молочное производство, очищать канализацию стало трудно. Отходы предприятия, как полагают жители, мешают процессу очистки. На выходе из системы вода от канализационной почти не отличается. Очистки как таковой здесь уже не происходит. Вот вы можете увидеть сейчас вот эту воду, которая вот из этого водоема должна уже поступать как бы в природу. Сейчас вы видите, что это, ну я бы сказал, такая же канализация, как и все остальное. Местные жалуются со своей задачей. Очистные сооружения не справляются. И это при том, что система работает не в полную силу. Грязная вода из трубы поступает еле-еле и, скорее всего, на линии авария. Где-то снова прорвало трубу. Нечистоты стекают прямо по близлежащему склону. Рядом горнолыжный комплекс и его посетителям в выходные приходится дышать испарениями канализации. Четыре аварии. Вот сейчас последняя авария вот была, вот куда сейчас пойдем. Тоже не делается. Вот сейчас это забилась труба. По уму загонять технику, копать. Или заваривать, или пышь. Или менять трубу. И при этом жалуются жители и чиновники, ситуацию не контролируют. Администрация пеняет на сложный рельеф местности. Мол, сейчас технику к месту аварии не подтащишь. Когда снег растает по грязи, ремонтировать трубу тоже не смогут. По словам жителей, с момента аварии прошел уже месяц. И неизвестно, сколько нечистот уже утекло в городские воды. Вот сейчас, ну здесь не так видно. И жалко, что еще запах телекамеры не передает. Но когда будет давление, то вот видно там дырку, да, то здесь просто фонтан из канализации. И все это течет туда, минуя все очистные сооружения, прямо в природу, в речку. Дальше в город, в Клязьму. Мы связались с чиновниками, они уверяют, аварией занимаются уже давно. Но в прорыве трубы виноваты сами жители. Чуть ли не каждый месяц здесь возникают аварии из-за постоянных засоров. Как будто кто-то специально вредит коммунальщикам. Ну фуфайками вытаскивают оттуда дерьмо всякое. Сейчас мне докладывали оттуда. Котят, щенят каких-то повытаскивали. Как вредительство, вы понимаете или нет? Как можно, вот вы себе можете представить, куртку засунуть в унитаз. Или такое ощущение, специально кто-то там вредит. Открывает колодцы канализационно, туда сбрасывает всякое дерьмо. Там люди работают. Работать будут до тех пор, пока не восстановят. Значит, если не сможем пробить, будем раскапывать, менять трубы. После нашего вмешательства в ситуацию засор в трубе наконец устранили. Но какой вред был причинен окружающей среде и жителям, пока сточные воды стекали по склону. Мы просим природоохрану и прокуратуру оценить масштаб и ущерб экологического бедствия. Валерия Саенко, Артём Горчаков, 6 канал. Платят за тепло, но тепла они чувствуют. Жители некоторых домов микрорайона лесной обратились в ВКС. Люди просят сделать перерасчёт. Ведь всю зиму их батарей были едва тёплые. Похожие проблемы с горячей водой. Пошли ли коммунальщики навстречу жителям микрорайона? И какие перспективы рисуют людям на следующую зиму? Расскажет Алексей Дудин. Без тепла и горячей воды. Жители микрорайона лесной не получают коммунальные услуги, за которые исправно платят. Сливать воду в ожидании тёпленькой по несколько часов – привычное дело для собственников. В соседних домах давно привыкли ходить в своих квартирах, свитерах и куртках. Потому что даже в лютые морозы батареи чуть тёплые, и температура едва достигает нижнего порога нормы. Всё от того, что горячая вода по трубам внутри микрорайона распределяется неравномерно. Вот и получается – одни улицу топят, другие мёрзнут. У нас тепла не бывает практически, вообще никогда почти что. И воды горячей не бывает. В январе взяли плато, приличную такую, где-то 700 рублей. Разница с декабрём, с цветом, да. А тепла не прибавлялась. Таких, как Галина Кузнецова, на встрече с коммунальщиками и депутатами собралось три десятка человек. На повестке дня несколько вопросов. Основной – это перерасчёт за тепло и горячую воду. Или выбор нового тарифного плана для жителей Лесного. Ведь, получается, люди платят за неполученные услуги по тарифу, как обычные владимирцы. Но если бы они платили по факту, то есть за затраты именно своей котельной, то платили бы ещё больше, уверяют коммунальщики. Вы пересматривали когда-нибудь тариф? Нет. Почему? Если вас вывести в отдельное регулирование, как вы просите, дайте нам то, что мы получаем. Да, вы будете платить за свою маленькую услугу. Да, вы потребляете мало горячей воды, плохого качества, но при её производстве затраты у предприятия будут огромные. То есть на сегодняшний день тариф полторы тысячи рублей, который в городе Владимире, в микрорайоне Лесной себестоимость производства этой энергии будет три тысячи рублей. Вот я сколько живу и всё слышу. Войдите в наше положение. Войдите в наше положение. Войдите. Мы не можем уже скоро будем за квартиру платить. Почему в наше положение никто не входит? Два года входим сюда. Вот все, кто здесь. Два года входим. И всем доказываем, что у нас нет горячей воды. Ну нет горячей воды. Всё дело в котельной, которая и производит тепло для лесного. Она промышленная, поясняет Юрий Костюков. И не предназначена для обслуживания населения микрорайона. В результате поставщик услуги вроде её оказывает и несёт расходы. А до некоторых потребителей тепло и горячая вода не доходят. Поэтому большие издержки при транспортировке тепла от свинокомплекса до посёлка. Значит, неправильное распределение системы горячего водоснабжения, которое было изначально здесь смонтировано и спроектировано. Проблему должно решить строительство новой блочно-модульной котельной. Возводить её начнут в этом году, а открыть должны к началу следующего отопительного сезона. Стоимость проекта вместе с заменой внутриквартальных сетей с циркуляционным трубопроводом 65,5 миллионов рублей. Казалось бы, радоваться надо, но, как выяснилось, легче от этого собственникам не станет. ВКС доведёт трубы только до дома. Внутри же жители должны сделать циркуляцию внутридомовых сетей за свой счёт. Если нужна циркуляция горячей воды внутри дома, соответственно, необходимо дополнительные капитальные вложения на прокладку с циркуляционных стояков. С тем, чтобы обеспечить циркуляцию непосредственно в доме. Так были построены изначально ваши дома. И здесь вопрос даже не в деньгах, а в согласии собственников. Ведь чтобы жители первого и пятого этажей получали горячую воду и тепло одинаково, стены в туалетах, в ваннах и кухнях, в некоторых квартирах придётся долбить. Дадут ли пожертвовать своим имуществом соседи на благо всего дома? Это граждане должны решить на собрании. Алексей Дудин, Артём Горчаков, Шестой канал. Сегодня День работников культуры. Тех, от кого зависит наш досуг, с профессиональным праздником поздравили первые лица области. О чём рассказала губернатор, и что дарили мастерам культуры, кроме грамоты цветов, знает Александр Инин. В зале цвета отрасли директора театров, музеев, библиотек. По плану с речами сначала должны были выступить чиновники, но работники культуры перехватили инициативу и поздравили Светлану Орлову с трёхлетием работы на посту губернатора. Та буквально с корабля на бал, только что с Конгресса в Страсбурге. Презентовала там нашу область. Сказала, Европа понимает, что без России никуда. Европейцы пробовали нашу продукцию и понимали, никакие санкции на нас не влияют. Кстати, мы будем гордиться не только нашими товарами, но и Суздалем. На сегодняшней встрече с работниками культуры Орлова обещала, что скоро этот город будет не узнать. Суздаль просто, я думаю, лет за пять мы его сделаем лучшим городом мира. У нас очень много федералов подключилось уже к проекту по Суздалю. Очень много бизнесменов сами уже приезжает. Из других сюрпризов Георгиевская станет не единственной пешеходной улицей. Будут и другие. И не только во Владимире. Кстати, Орлова вспомнила, как убеждала. Мало сделать просто пешеходную улицу. Нужно, чтобы она стала улицей искусств. А для чего мы улицу-то делали? Пожалуйста, пусть все музейщики. Театр. Детский театр кукол. Наш любимый Маркин. Хоры. Выходите, вас все будут знать. Показывайте свое творчество. К вам больше придет зритель. И процесс пошел. От имени ЗАГС Собрания работников культуры поздравила заместитель председателя Ольга Хохлова. Вы люди особенные, конечно. Яркие, творческие, увлеченные. И каждый из вас вносит неоценимый вклад в жизнь наших городов, районов, деревень и сел нашей области. Сохраняя и восстанавливая культурное наследие. Заботясь о библиотеках и музеях. Музейщиков, кстати, власть сегодня сравнила с амартеновскими печами. В том плане, что они не останавливаются. Все время что-то придумывают. Не обходится подобное мероприятие без грамот и цветов. Но вот певец Сергей Горшков единственный, кого губернатор наградила сегодня часами. Поет он уже больше четверти века. За плечами много конкурсов. И победы в них, и гран-при. Но я думаю, что все еще впереди. А песни я люблю петь, в которых есть душа русская. Артист говорит, что с приходом новой власти и правда почувствовал, что к культуре повернулись лицом. Увеличилось финансирование. Дворец культуры, где Сергей поет, даже позволил себе собрать профессиональную студию звукозаписи. Помимо работников культуры, сегодня отметили и меценатов. Тех, кто не скупится на благие дела. Звание «Меценат года» в прошлом году удостоен Сергей Авакян. При его активном участии открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру. И сегодня Светлана Орлова лично поблагодарила за это предпринимателя. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал. В продолжении выпуска коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Столкновение большегрузов. В Ковровском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Авария случилась накануне около 4 часов утра на 247-м километре автодороги М7 «Волга». Водитель автомобиля МАЗ-63-12 столкнулся с двигавшейся в попутном направлении фурой «Вольво». После этого МАЗ врезался в другой большегруз, точно такой же модели. В результате ДТП серьезно пострадал лишь один водитель, который был госпитализирован с тупой травмой живота и ушибами поясницы. Инспекторы выходят на дороги в целях профилактики аварийности. Сегодня в 33-м регионе пройдут массовые проверки автолюбителей. Основными причинами ДТП инспекторы называют превышение скорости, выезд на встречку, небезопасная перевозка детей и непредставление преимущества пешеходам. По-прежнему встречаются и пьяные за рулем, но количество таких автомобилистов в области снизилось на 40%. Статистику ГИБДД портят только в Кольчугинском районе. Там ДТП с участием нетрезвых водителей стало больше. В 33-м регионе ищут волонтеров. Добровольцев приглашают на 6-й международный форум «Россия. Спортивная держава», который пройдет в Владимирской области в октябре. Ожидается, что форум посетят 3000 участников, в том числе около 20 иностранных делегаций. Гостей будут принимать в Коврове, Ковровском районе и в Суздале. Кроме обсуждений спортивных тем, в рамках этого события пройдут соревнования, а известные спортсмены и тренеры проведут мастер-классы. Волонтером форума может стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте областного комитета по молодежной политике молодежь33.рф. Наживался на заключенных. Кольчугинский городской суд вынес приговор 37-летнему бывшему сотруднику областного УФСИН за получение взятки. Было установлено, что летом прошлого года через супругу арестанта мужчина проносил на закрытую территорию мобильные телефоны, зарядные устройства и сим-карты. За эти услуги от заключенных он получал незаконное денежное вознаграждение. Свою вину бывший сотрудник УФСИН признал и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу более 200 тысяч рублей. Дали во Владимире. Сегодня в палатах Владимиросудовского музея-заповедника открылась уникальная выставка. В ней подлинные работы мастера сюрреализма. Иллюстрации из частных коллекций посвящены одной теме – священному писанию. Среди первых посетителей выставки была и наша съемочная группа. 105 речащих литографий – это самый масштабный проект Сальвадора Далии. На каждой иллюстрация к библейскому сюжету. Здесь есть и Вавилонская башня, и рождение Христа. Старый и Новый Завет художник начал иллюстрировать в 1963 году. На 105 работ потратил два года. Они выполнены в технике литографии. Далии переносил краску с печатной формы на бумагу. Над каждой иллюстрацией трудился долго, совмещал в ней разные приемы. Техник, как вы видите, здесь и акварели, тушь, и графика. И порой, периодически, чтобы составить один отпечаток, нужно было до 60 оттенков. Потому что есть картины, на которых присутствует более 60 оттенков. Поэтому техники самые разнообразные, и каждая из работ по-своему уникальна. Уникальные работы и по смыслу. Зрители просят вглядываться в картины. Здесь нет ни одной лишней мелочи. Каждую деталь автор использовал не случайно. Так, к примеру, вознесение Ильи можно рассматривать в разных плоскостях. Причем, если в вертикальной колеснице и правда уходит в небо, в горизонтальном положении она вообще не двигается. В этом и главная специфика стиля художника. Далии – мастер скрытых смыслов. Его работы многослойны по значению. У каждого, что он на уме, тот, кто и видит. И как бы Сальвадор Далии очень хорошо это описал. Я не знаю, как у него так получается. Вначале одно видишь, отошел немножко подальше, другое видишь. Передать Библию языком сюрреализма художник смог по благословлению церкви. Но при этом все равно остался провокатором. В работах часто уходит в подсознательное. Поэтому у самих зрителей впечатление от увиденного двояки. Искусствоведы замечают – это как раз-таки хорошо. Искусство всегда должно быть провокационно. Заставить, либо засомневаться, либо принять, либо не принять. И это как раз и делает творчество художника востребованным. Было бы хуже, если бы прошли, посмотрели, вышли и ничего не вспомнили. И даже вопроса не возникло. Ну что это за искусство? Сама выставка уникальна. Такое собрание подлинников из частных коллекций всего мира тяжело встретить не то, что в России, даже за рубежом. Но у владимирцев, чтобы посмотреть на работу сюрреалиста, есть достаточно времени. Выставка «Священное послание» будет работать до 12 июня. Все клубы у гостей к нам. Сегодня Владимир стал центром съезда представителей футбольных клубов зоны Запад 2-го дивизиона Первенства России по футболу. Подобные мероприятия – профессиональная футбольная лига, в которую входят клубы 1-го и 2-го дивизионов, ежегодно проводят после первой части сезона. Президенты и главные тренеры клубов обсудили сложности подготовки к возобновлению первенства, а также наметили перспективы будущего сезона, который стартует уже летом. Натронули представители регионов и вопрос о возвращении на старую календарную систему весна-осень. В условиях нынешней профессиональным клубам второй лиги приходится тяжело, ведь состояние полей в большинстве регионов оставляет желать лучшего. В свое время комиссия была создана, которую возглавлял первый вец-президент РФС Никита Павлович Симоньян, и Виталий Иванович возобновил свой деятель в Российском Календарном Союзе. В качестве руководителя уже по этому поводу высказывался, что до 2018 года рассматривать целесообразность возвращения на старую календарную систему, наверное, пока нет. А в дальнейшем не исключен такой вариант развития событий. К слову, Владимирская торпеда возобновит свои выступления 10 апреля игрой на домашнем стадионе. А с подмосковной Коломной. После 17 матчей черно-белые расположились на шестой строчке турнирной таблицы, на три очка отставая от третьего места. Полторы недели назад команда вернулась с южного сбора в Крыму, где провела пять товарищеских поединков, двух из которых одержала победу, столько же проиграла, и один матч завершился ничью. Сейчас торпедацы завершают выступление в товарищеском турнире в Нижегородской области. Ну, сейчас сложно сказать. Это будет известно, наверное, после заключительного матча этого чемпионата, 31 мая, с текстильщиком Ивановым, как мы сыграем. И, соответственно, будем знать, как мы подготовились хорошо в межсезонье, или многоточие. И последнее. Отметить день театров, послушать классическую музыку и узнать, как выглядит фристайл с лалом на роликовых коньках. В субботу и воскресенье Владимирцев ждет много интересных мероприятий. Мои коллеги подготовили афишу самых ярких событий этих выходных. В субботу театр фольклора «Разгуляй» приглашает на музыкальный спектакль для детей «Конек-горбунок». Волшебная сказка с музыкой и танцами порадует взрослых и маленьких зрителей. Начнется она в 11 утра. Завтра в 14 часов во Дворце детского и юношеского творчества начнется праздник национального костюма. Он организован администрацией города Владимира. В фойе дворца планируют организовать выставку костюма. Будут работать интерактивные площадки. В зале пройдет концерт. Праздник роликов. В субботу и воскресенье во Владимире впервые пройдет Кубок города по фристайл-слалому на роликовых коньках. Эти соревнования являются этапом Кубка России. В программе турнира парные забеги на одной ноге по дорожке из 20 конусов. Показательные выступления спортсменов с выполнением трюков. И даже фриджам. Прыжки на роликах в высоту. Начало соревнований в 11 утра в спортивном зале городского центра здоровья, что на улице Мира, 59. Друг умников и умниц, знаток истории, знаменитый писатель и телеведущий Юрий Вяземский познакомит Владимирцев со своей новой книгой. Встреча с читателями пройдет в книжном магазине «Читай город» в субботу в 7 вечера. Вход свободный. В воскресенье 27 марта отмечаем Всемирный день театра. Специальные программы по этому случаю подготовили не только театры, но и парки города. Шуточная фотоакция актера и актрисы начнется в загородном парке в час дня. Дети и взрослые смогут сделать забавные кадры в неожиданных образах и весело проведут время на свежем воздухе. Театральные байки, актерские тайны и поздравления. Театр «Кукол» приглашает на бенефис артистов. Они расскажут секреты любимых сказочных персонажей и ответят на вопросы зрителей. Начало в 14.00. Не обойдется день театра без традиционного шуточного капустника. Для зрителей постарше артисты областного театра драмы подготовили спектакль «Усадьба чудаков». В роли режиссера выступил Антон Карташов. Этим же вечером в театре станет известно имя очередного обладателя театральной премии имени Евгения Евстигнеева. Эта награда вручается артистам области за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Начало капустника в 18.00. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok